Ребята, всем привет! Давненько я не появлялась на своем канале, но сегодня у меня такое настроение на готовку, поэтому решила приготовить вместе с вами и показать вам одно из традиционных блюд, которые готовятся обычно в сентябре. Но я сегодня вот зашла в магазин, увидела продукты, которые необходимы и решила приготовить на ужин. Поэтому, если вам интересно, то желаю вам приятного просмотра. Называется это блюдо Папе Ву-2. Оно берет свое начало именно здесь, в этом городе, насколько мне известно, потому что именно здесь, в городе, в котором мы живем, придумали вот такую вот колбаску, в которую, кроме мяса, еще добавляют капусту. И называется это колбаска Суси Зушу. И вот сегодня я ее буду готовить вместе с Папе. Папе это что-то типа картошки, тушеной с луком-пореем, поэтому сейчас я вам покажу, какие продукты нам понадобятся и необходимы. Значит, нам нужен сам лук-порей, картошка, вот эти вот две сосиски, которые я буду отваривать, немножко белого вина для готовки и сливки. Так что сейчас приступим. Готовится это блюдо очень просто. Единственное, на что нужно потратиться, это на время, потому что как и тушеный картофель с луком-пореем, так и эти сосиски готовятся где-то 45-50 минут. Поэтому первым делом я просто проткну их зубочистками для того, чтобы выходила лишняя влага в воздух. И просто в обычной воде буду варить без всяких специй. Параллельно займусь тем, что почищу лук-порей, нарежу его кольцами, можно полукольцами, как удобнее. И также нужно почистить картошку. Так что приступим. Она такая тихоняя, вроде бы здесь такая, а потом, ух, подшелся на сцене. Это машина огромная, широкая, блин. Это такой арт-хаус. Мне кажется, что наша команда это про арт и про хаус. Итак, я уже подготовила все овощи, поставила вариться сосиски. И сейчас буду отправлять тушиться лук-порей вместе с картофелем. Вы можете добавить любимые ваши специи, какие-то приправы. Я добавляю обычно овощной бульон, соль, перец по вкусу. Когда немножко закипит вода, я добавлю белое сухое вино, столовое. Я так думаю, оно именно такое у меня. И когда немножко оно выпарится, я добавлю сливки. Таким образом, получится такой сливочный вкус. Очень классный, поэтому приступим. Очень забавно получилось. Я положила лук-порей в большую кастрюлю. В итоге он занял почти полностью всю кастрюлю. Поэтому пришлось взять еще больший размер. Сейчас я это все сюда переложу. И затем отправлю уже картошечку сверху. Теперь картошечка. Ее совсем немного, но у меня муж просто не любит картофель. Поэтому я добавлю именно такое минимальное количество. Сейчас я это все заливаю водой. И отправляю тушиться на средний огонь. И что вы думаете, уже наступил следующий день? Я забыла снять конечный результат, поэтому просто где-то вставлю фотографию, чтобы вы имели представление, что должно получиться.